Прямо тоже с Фалисом и Роспатентом в Астрахани будем проводить вот эту же историю. Пожалуйста, пожалуйста, милости просим. Почему эта конференция интересна? Потому что на ней будут три молодые ученые. Это не только для патентов по революции, мы как раз делаем, у молодых ученых, для изобретателей. Обязательно там по отдельным направлениям делаем мастер-классы. Кому-то интересно индустриальное направление, кому-то фарма, мы все это разводим. Поэтому, если есть желание, пожалуйста, приходите. Вам стульчик нужен, да? Может, там попросить? И мне вот уже стояли новую. Значит, тут еще одна небольшая справка про нас. Я вам уже рассказал про центр интеллектуальной собственности. И вот у нас с вами мы подходим к ключевому моменту. Определение интеллектуальной собственности. Вы видите, да, что это результаты интеллектуальной деятельности, приравных средств индивидуализации. Что это значит? Это значит, что мы с вами говорим про два объекта. Так называемые виды и бренды. Можем назвать их бренды. Мы сегодня будем разбирать их. Значит, а зачем вообще нужна интеллектуальная собственность? Она нужна для следующего. Мы повышаем с вами инвестиционную привлекательность нашего проекта. К сожалению, не так здорово это работает для российского вечерного рынка. Примерно из 10 сделок только в одной объективно делается дью-дилеженс интеллектуальной собственности в России. И, к сожалению, потом в результате скелеты из шкафа начинают выпадать. Это очень важно, если вы будете финансированы до проекта привлекать. Но за рубежом второй вопрос после команды это IP. То есть первый вопрос это какая у вас команда, второй, что у вас интеллектуальная собственность. Прибыль от лицензирования и отчуждения это очень важно. Это то, с чего я с вами начал. Коллеги, мы не можем лицензировать информацию. Если у нас на столе с вами лежит кипа документов, которые у нас есть, результаты лабораторных исследований, лицензировать мы это не можем. Потому что такого объекта к информации в договоре быть не может. Если мы с вами его напишем, он получит деньги, то потом налоговая. Как ваш бухгалтер с ума сойдет, он не будет понимать, что мы с вами лицензировали, что мы дали пользователю, что мы продаем, что мы отчуждаем. И налоговая скажет, что такого объекта нет, такого предмета для сделки нет, как информация. Она должна быть какой-то. Это должен быть патент или ноу-хау, допустим. Увеличение стоимости компании. Естественно, если правильным образом вы делаете инвентаризацию инвентаральных активов, а вы знаете, что есть отдельное постановление правительства о порядке инвентаризации, особенно госкомпании, учреждения касается. Если вы в системе ФАНО, вы тоже про это должны знать. Сейчас у нас ФАНО уже нет, но все эти регламентные приказы, так или иначе, они у нас есть. Поэтому это тоже большая история с точки зрения учета. И защита от конкурентов. Естественно, что такое патент? Патент, допустим, в отношении изобретения, это 20 лет легальной монополии. Единственное разрешенное у нас государственное монополие. Я раскрываю содержание своего изобретения, потому что патентные заявки будут опубликованы, а с этого мне государство дает срок, в течение которого я могу предъявлять претензии нарушителям, я могу его лицензировать, я могу его продавать, я могу делать с этим патентом вклад в уставной капитал. То есть мне государство дает права монополиста на это техническое решение. Я придумал кликер, и больше кликер никто использовать не может 20 лет, если я его запатентовал как изобретение от государства. За это я всем рассказал, как работает кликер, и через 20 лет, как только срок патентной охраны прекращается, это становится, что называется, паблик домейн, то есть в общественном пользовании. Поэтому мы с вами можем отмотать все, что происходило 20 лет назад, все патенты, которые сейчас истекают. Допустим, год назад пошла волна патентов, которые прекращали по 3D-печати, и мгновенно стала падать стоимость 3D-принтера. Есть кто-то, кто 3D-печати работает, может про это больше рассказать, но вы точно можете про это рассказать больше, потому что изначально это была очень дорогая история. Теперь 3D-принтеры, мне кажется, цены, наверное, продолжают. Значит, мы с вами в любом случае, работая с интеллектуальной собственностью, упираемся в ограниченный перечень объектов. Это статья 12.25 ГК. Он не открытый, он закрытый, и вот здесь российское право, российский закон абсолютно в тренде примерно такой же, как на 99% перечень объектов интеллектуальной собственности, есть в любых странах, в США, в Китае, в Европе, везде. Значит, мы сегодня с вами поговорим о результатах интеллектуальной собственности, таких как изобретение полезной модели и промышленные образцы, по-английски это inventions, industrial designs и utility models, полезные модели, произведение науки, литературы и искусства, это авторские права, и программы для ИВМ, которые также это софт, также охраняются как произведения. Это те самые результаты интеллектуальной деятельности, которые нас интересуют в первую очередь. И мы с вами сегодня поговорим про бренды, это фирменные именования по названию компаний, товарные знаки и на местопроисхождение товаров, про них буду говорить меньше, это когда свойства и качества товара обусловлены местом его происхождения, боржоми, жель и прочее. Значит, немножко нужно нам с вами по теории пройтись, потому что без теории никак, и вы, работая с документами, связанными с интеллектуальной собственностью, будете слышать про так называемые исключительные права, и про личные неимущественные права. Если кто-то заключает договоры на английском, поймите себе, пожалуйста, что вот эта часть называется moral rights, по-английски moral rights. Значит, принципиальная разница российского права, российского закона, и, допустим, документы на английском, я имею в виду английско-ангосаксонскую правовую систему, английско-американское право, в том, что у нас личные неимущественные права отчуждать нельзя. То есть, если вы, как автор создатель, что-то сделали, то вы имеете право на авторство требовать, чтобы вас указывали, допустим, при публикации научной статьи. Если вы автор, вы можете иметь право требовать, чтобы вас указывали, если это ваша рукопись, или ваша книга, может быть, что-то какая-то работа, вы имеете право требовать, чтобы ее была защита от искажения, чтобы ее никто не менял, и чтобы там было ваше имя, или требовать, чтобы вашего имя там не было, или использовать псевдоним. Это одно из тех самых неимущественных, личных неимущественных прав. В англосаксонской правовой системе от них можно отказаться. То есть вы можете договориться с разработчиком софта, что вы, публикуя софт, даже не будете указывать его в качестве разработчика, он откажется полностью от всех прав, полностью уйдет в тень, вообще его не будет. Это личные неимущественные права, они всегда связаны с личностью автора. А исключительные права, суть, коммерческие. То есть это право лицензировать, отчуждать, оценивать, вносить в основной капитал компании, то есть получать какую-то коммерческую выгоду. Поэтому, когда мы говорим про нарушение исключительных прав или распоряжение исключительными правами, мы говорим как раз об экономической сути прав. Уж простите меня, дорогие мои хорошие, за эту теорию, но нам без нее выбиться дальше будет тяжеловато. Нам надо помнить, что с самого начала все права возникают у автора. Даже если это ваш работник. А кто знает, сколько сейчас у нас вознаграждений у работника за создание запретения? 25% Третья. Третья. Может вообще любая быть по соглашению. Это, конечно, я не знаю, пишет мне или нет, но пусть пишет. Это, конечно, срам. Потому что что такое треть средней месячной заработной платы за создание изобретения? Даже в советское время, по советскому законодательству, это были совсем другие деньги. И примерно 10% за лицензирование. По умолчанию, пожалуйста, помните про это. По умолчанию все, что создает работник по трудовому договору, принадлежит работодателю. Даже если в трудовом договоре ни слова про интеллектуальную собственность, работник ничего больше не подписывал. По умолчанию все, что он создает в рамках служебных обязанностей. Конечно, когда у нас лифтер написал статью до журнала, это не его обязанности. Но если есть человек, который может что-то сделать, именно негатив какой-то, какую-то интеллектуальную собственность, все это принадлежит работодателю. Значит, поэтому у нас все изначально возникает у автора творца, у работника. А потом, в силу отношений юридических, он все это автоматически передает компанию, работодателю. Или по договору подряда, если это гражданский правовой договор. Значит, тема сегодняшнего наступления звучит так. Защита интеллектуальной собственности на разных уровнях готовности технологий. Мы сейчас с вами поговорим, у нас времени не так много, про различные этапы работы проекта. И какие там бывают, наверное, все-таки для меня задача, для вас это создать самые важные точки, на которые должна быть внимание, работая по каждому из этапов. Скажите, пожалуйста, ваши проекты сейчас, если они есть уже такие, или которые планируют сделать, они все-таки больше на первом этапе? У кого есть идея? Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть идея, вы хотите создание прототипа? Да, это прототипы выхода. Это условное разделение, но я думаю, понятно всем. Значит, идеи есть? А если у нас всякие есть? Значит, вы уже здесь, наверное. Нет, у нас есть идея и идея. А прототипы? Кто сейчас на прототипе? Так, здорово. Ага, и у вас вообще полностью все. Отлично. Кстати говоря, и продолжали планировать нашу сколковскую программу поддержки, прототип тоже можно сделать за счет средств микрогранта. Тоже по документам отчитаться. Хорошая вещь. А если им технологический проект? Образовательный, например. Образовательный проект, вы его монетизировать планируете? Мы, в принципе, уже его монетизируем. Так, я не могу смотреть, как вы стоите. Забирайте мой стул тогда. Нет, стул мне принесли, просто мне не было этого присутствия. Ага. Вот там, прямо посередине. Вот это жирное место. Давайте. Спасибо, что у нас есть мужчины. Так вот, давайте еще буквально несколько слов поговорим, потому что это важная часть работы именно по первому этапу. Это рождение идеи. Идея, она сама по себе, идея голая, вот сама по себе, вот как она есть, концепция, она не подлежит охране. То есть очень сложно выразить идею каким-то образом при помощи слов и ее где-то зафиксировать. Поэтому, допустим, идея социальной сети, она никем не запатентована. Запатентована в форму выражения. То есть у нас есть там Facebook, LinkedIn, Одноклассники. Мы сейчас с вами сделаем свою группу, там свою социальную сеть, потому что сама по себе идея объединения людей по интересам в онлайн, на каком-то сайте, допустим, или просто в цифровом мире, она не новая. Но формы выражения бывают разные. Значит, какие бывают проблемы на первом этапе? Это правильное оформление отношений с авторами. Здесь же коммерческая тайна и оценка уровня техники, чтобы не изобретать велосипед. Что такое правильное оформление отношений с авторами? Значит, вот вы знаете, что если вы со своими работниками ничего не заключали, не подписывали, то все, что они создают, принадлежит вам. Но есть здесь, как обычно, проблемы в деталях. Какие у нас проблемы в деталях? У нас Гражданский кодекс говорит о том, что работник обязан в письменном виде уведомить работодателя, то есть свою компанию, о том, что им создан охранноспособный результат, то есть какая-то интеллектуальная собственность. И закон не говорит, как. Поэтому, как у нас недобросовестные работники, что они делают? Они отправляют email, они делают запись в лабораторном журнале, они пишут какую-то служебку. И тем самым они формальные требования о письменном уведомлении соблюдают. То есть они где-то в какой-то зоопарке что-то кому-то дают. Не соблюдают. Соблюдают. То есть работник соблюдает. Но он делает это только для того, чтобы была письменная форма. И практика идет по пути того, что она защищает работника в этой связи. Потому что если на предприятии или в компании или учреждении нет правил, то есть это называется обычное положение служебных ридов, нет отдельного документа внутреннего, который регулирует, как работник должен уведомить, то фактически это просто письменная форма. Как хочешь, так и сообщать. И дальше есть еще такая заковыка. Это для самых вкусных, вот мы с вами поговорили про эту пирамиду, самых интересных технических решений, таких как изобретения, у нас всего 4 месяца с вами, если вы руководитель компании, помните, пожалуйста, проекты или организации, или коллективов, всего 4 месяца после того, как мы получили письменное сообщение от работника о том, что он создан, охранный способный результат, чтобы сделать следующее действие. Первое. Подать патентную заявку. То есть он приходит, сделал, мы говорим, супер молодец, отличную вещь придумал, мы сейчас ее будем патентовать, начинать готовить патентную заявку. Второе. Передать права на эту заявку другому лицу. Он приходит, сообщил, мы говорим, здорово, мы все это делали в рамках заказа, отдаем заказчику. Все, мы ему сообщили, отлично. Третье. Сделать это конфиденциальной информацией, то есть ввести в отношении этой информации режим либо коммерческой тайны, либо просто конфиденциальной. Тоже сегодня об этом поговорим. Ничего тут сакральных знаний никаких нет. Отсюда, когда выйдете, будет четкое понимание правительства между коммерческой тайной и просто конфиденциальной. То есть мы ему тоже что-то говорим. Мы ему как-то возвращаемся и что-то говорим. И четвертое. Сказать ему, нам это не интересно, забирай себя. Если через 4 месяца мы с вами что-то не сделали, ни в письменном виде, и мы к нему не вернулись, к этому нашему разработчику, этому гению, он все права забирает себе. Поэтому недобросовестные работники перед майскими праздниками отправляют email или пишут в лабораторном журнале «Мы новый, создаем результат, да, 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 да». Все. Проходят майские праздники, все про это забывают. Дальше у нас лето, период отпусков. И прошли 4 месяца, и он в сентябре пошел и подал патентную заявку в Роспатент. И хуже всего то, что мы эту заявку еще и с вами не видим. Можно вопрос? А на уровне организации можно сквозь регламент разработать, чтобы вот этого всего не было? Ее же рекомендации. Я к этому и веду. Это даже не относится ни к ВУЗам, ни к тому, что вы назвали институтами ФОНО, потому что есть этот ослевой документ, который сотрудник подписывает. Мы, ну, допустим, вся система ФОНО, еще будучи ФОНО, абсолютно все работники подписали дополнения к трудовому договору, а теперь сам трудовой договор нанесено, что сотрудник обязуется не претендовать только на авторский. То есть все, что получено вне зависимости от своего ведомства или не у ведомства, кроме надежды Российской Федерации и организации, которые ее представили. Вы понимаете, какая штука? Я сейчас говорю про то, что у вас не оформлено отношение никак. То есть я сделал оговорку, что у нас не столько трудовой договор. Конечно, рекомендуется, и мы настоятельно про это говорим, и там просим, чтобы была внутри компании и учреждения внутренняя инструкция, положение, порядок, как он уведомляет, кого он уведомляет и что происходит. Но сроки эти установлены не внутренним положением, а гражданским кодексом. И как бы мы с вами не прыгали и не старались, мы здесь четырех месяцев никуда не уйдем. Это четыре месяца для объекта патентных прав, и двенадцать месяцев для объекта авторских прав. Но просто запомните четыре месяца, как пресекательный срок, он самый такой для нас болезненный. Теперь в части ФАНО. Кто создавал НИПы? У кого есть опыт работы по созданию НИПы? Ой, дорогие мои хорошие, вы проходили этот процесс. Значит, а теперь скажите, пожалуйста, кто из вас получал согласие ФАНО на открытие НИПа, а кто просто уведомляли, да? Смотрите, вот это такая история. Каждый раз, когда я рассказываю институтом, подмигнулись на Малом Центреприятии, да. Имейте в виду согласие ФАНО на внесение особо ценного имущества. Вот, вы в курсе. Значит, я сегодня про это долго рассказывать не буду, потому что это отдельная история, тем более, что с ФАНО сейчас происходит внутренняя перестройка определенная, может быть, даже вам кто-то про это будет говорить. Но помните, пожалуйста, о том, что у нас есть законы, федеральные законы о науке, федеральные законы о образовании. В рамках этих законов вы можете создавать малоизоляционные предприятия. Уже нет ограничений даже на долю, которые институт должен получать в этих МИПах. Раньше были ограничения на долю, теперь их нет. Даже нет ограничений на сублицензирование. МИП можно сублицензировать, раньше было ограничения, теперь его нет. И все по уведомлению по этим законам. Но, к сожалению, в ФАНО, а может быть к счастью, я здесь не берусь судить ФАНО, есть два внутренних приказа, по которым интеллектуальная собственность, как особо ценное имущество, вносимое в другие дочерние общества компании, требует отдельного согласия. Поэтому, пожалуйста, мы не только эту ситуацию, не хочу сейчас в эту сторону идти, потому что долго и много могу рассказывать, это вообще отдельная тематика. Значит, возвращаясь сюда, к этапу рождения идей. Правильное оформление отношений с авторами разобрались. То есть с каждым сотрудником, кто у нас работает, работником, с каждым разработчиком нужно правильно оформить, чтобы он понимал, что он делает, и когда он нам это сдает, и как он это отчитывается перед этим. Дальше, введение режима коммерческой тайны. Значит, у нас с вами долгое время существовало только закон о коммерческой тайне, это была единственная возможность оформления режима на ухом на предприятии. Теперь у нас гражданский кодекс говорит о сведениях, которые могут охраняться режимом конфиденциальности. То есть у нас регулирование стало более гибкое. Значит, если есть юристская аудитория, потом формулировать, посмотрите, там есть принципиальные различия. Значит, о чем идет речь? О том, что у вас, конечно, хорошо бы внутри предприятия иметь внутренний документ на порядке работы с конфиденциальными сведениями. Организация доступа к ним, передачи, когда кому как, какой гриф, как мы обозначаем и что мы делаем. Значит, вкратце здесь скажу лишь о том, что мы должны удостовериться, что лицо, получающее эту информацию, не могу не знать, что информация конфиденциальна. Я здесь даже решил вам немножечко сделать такую выборку по судебной практике, потому что очень часто к этому относятся вот так. Меня не касается, этого нет, и в судебной практике это не происходит. На самом деле происходит. Есть примеры того, что работник, публикуя или используя какие-то сведения, доступ к которым он получил в презентации трудоустройства, нарушает режим коммерческой тайны. И это влечет, во-первых, по трудовому кодексу это основание к увольнению, но, извините, есть и уголовные дела. То есть даже по трудовому кодексу есть уголовная ответственность за соглашение средней составляющей коммерческой тайны. Значит, вот, допустим, история. Работник сделал селфи, выложил в соцсеть. На снимке видит документ с персональными данными. Это Московский городской суд, 2016 год. Суд увольняет работника за соглашение коммерческой тайны. Работник ссылает свое оправдание на то, что на документах не было проставлено грифа об особом статусе информации, секретно или коммерческой тайны. Суд отклоняет, так как работник был ознакомлен с локальными актами работодателя, то есть внутренние документы знал, в рамках которых он взял на себя обязательство не разглашать коммерческую информацию. Другой пример. Работник переслал с корпоративного почтового ящика на свою электронную почту личные карточки новых работников. Тоже с персональными данными, тоже суд признает факт нарушения коммерческой тайны. Следующая история, значит... Большие данные или коммерческие информации? Ну вот здесь коммерческая тайна. Уборщица банка выбросила в мусор папки с делами клиентов. Руководительницу привлекли банка за нарушение обязанностей по организации правильного хранения секретной информации. При уборке помещения сотрудникам банки стопки карт дополнительных возможностей с данными клиентов были сложены в мешок, которые вместе с коробками мусора вынесли в мусорный контейнер. Суд пришел к выводу, что разглашение данных произошло в следствии нарушения руководителям, возложенных на нее должностных обязанностей, а именно вне осуществления контроля за исполнением работниками требований по хранению уничтожения документов. Довод о том, что ей не подчиняются сотрудники, которые осуществляли уборку, суд отверг, поскольку именно на ее, как находить внутренние документы банка, возложена обязанность организовать правильное хранение секретной информации. В случае необходимости уничтожения документов они должны были уничтожаться путем измельчения, исключающего восстановления текста документов. И другая была история. У нас сотрудник банка покидает свое рабочее место, не заблокировал доступ, и другое лицо оформило сим-карту на банковскую карту другого гражданина. Это также было признано как разглашение коммерческой тайны. Почему я все это говорю? Потому что, на самом деле, если грамотно и правильно оформить отношения с работниками, объясняя им все последствия, у нас даже есть отдельный мастер-класс, иногда просят прийти, у нас есть такая компания, не буду сейчас так называть, но достаточно большая, она занимается, и у них очень много разработчиков, и нужно следить за тем, чтобы внутренние данные по клиентам, по продажам, проводке и даже куски софта никуда не уходили во вне. Вот мы делали им отдельный мастер-класс. И я вам сегодня расскажу про такой кейс. Компания Facebook заплатила полмиллиарда долларов компании Zenimax при приобретении стартапа Oculus. Может быть, слышали про эту историю? Вот тут даже есть у меня картинки, что Oculus стирал очки Цукербергу. Значит, какая там была история? Они приобрели, Facebook приобрела Oculus, а основатели Oculus до этого работали в этой компании Zenimax, которая занималась в том числе производством игр. И вся история, связанная с дополненной реальностью, у вас здесь тоже очки есть, я пришел, кто-то занимался этим. Вся эта история, на самом деле, родилась в недрах компании Zenimax, и они, подняв перимейл-переписку, даже название Oculus, они тоже все это обсуждали, и в результате все это вылилось в крупный судебный спор. И не сумел работник, который перешел из Zenimax в Oculus, а потом был приобретен Facebook, он не смог доказать, что это было что-то новое. А вот Zenimax, подняв переписку с работниками, сказали, что на самом деле все это было разработано у них. Ну и там были разные доводы, что они просто завидуют, говорили адвокаты Facebook, но это им не помогло. Поэтому суд постановил, что компания Oculus, когда обретен на Facebook, украла технологию в создании своих очков виртуальной реальности. Сейчас похожая история разворачивается, может быть, вы за этим следите, в Китае. Сейчас Tesla в части перехода сотрудников в китайском и американском офисе пытается доказать, что сотрудники также с собой унесли какую-то часть парки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова